Какие продукты могут нанести особенный вред вашему здоровью? Что можно сделать для поддержания функций сердца и сосудов? Как лучше готовить блюда? Обо всем этом мы расскажем вам в нашем выпуске. Основная опасность всегда заключалась в избытке поступающих жиров. Долгое время вредными считались все из них. Пока, наконец, ученые не выделили специфические жирные кислоты омега-3, 6 и 9, которые активно препятствуют различным патологическим процессам. В те времена люди стали искать способы восполнить их недостаток, принимали льняное масло и рыбий жир. Но эти добавки содержат не самые активные формы жирных кислот. Если вас интересует этот вопрос, рекомендуем подробнее изучить разницу между алииновой, линолевой, линоленовой, альфа-линолевой, арахидоновой кислотами. Все они имеют немного разную структуру, поэтому действия также отличаются. И в ряде случаев кусочек даже свиного сала может принести значительное облегчение больному человеку из-за содержания арахидоновой кислоты. Например, растительные масла очень богаты омега-6 жирными кислотами. Чтобы начать испытывать симптомы их недостатка, нужно долгое время придерживаться обезжиренного рациона питания. В то же время омега-6 конкурирует с омега-3, так что только при соотношении 1 к 1 омега-3 усваивается нормально. На практике же получается, что содержание омега-6 превышает омега-3 аж в 20 раз и более, а иногда и в 200 раз. Конечно, ни о каком усвоении в этом случае речи идти не будет. Почему это происходит? Из-за малого количества жирной морской рыбы в рационе, общего ограничения жирных продуктов и высокой стоимости качественных биологически активных добавок. Плюс регулярное использование рафинированных растительных масел для повседневного приготовления пищи, что можно сделать для большего потребления полезных жирных кислот. Кроме дорогих сортов красной рыбы, ценными источниками являются самые простые виды и даже находящиеся в конце пищевой цепочки. Скумбрия, сардины, анчоусы, сельдь, пикша и другие. Подобные типы. Поэтому тратить значительное финансовое средство на дорогую сомгу и форель в этом случае необходимости нет. Какие еще продукты и вещества необходимы для нормальной функции сосудов и сердца? Конечно, нельзя не сказать о двух важнейших электролитах. Это калий и натрий. Как известно, в основном только от их баланса зависят процессы задержки и выведения жидкости из организма. Калий – это микроэлемент, который регулирует сократительную активность миокарда, самой главной мышцы человеческого организма. При его выраженном и длительном дефиците можно ожидать развития даже самых серьезных отклонений. Поэтому в меню следует включить хотя бы небольшие порции следующих продуктов. Картофель, бананы, йогурт, курага, виноград и другие овощи и фрукты. Важно лишь запомнить, что калий и натрий конкурируют друг с другом, оказывая прямо противоположные эффекты на организм. Поэтому при повышенном давлении ограничение поваренной соли в обычном рационе при сочетании с продуктами, богатыми калием, быстро приведет к уменьшению отеков и снижению артериального давления. Кстати, если вы уже страдаете хронической формой гипертонической болезни, наверняка сталкивались и с калий сберегающими диуретиками. Почему именно такой тип рекомендуется в подобных случаях? Все по той же причине, чтобы вывести излишки жидкости и не навредить организму для дальнейшей регуляции водного обмена. Что еще следует есть, чтобы укрепить сердце и сосуды? В частности, такими продуктами станут свежие, тушеные и даже консервированные овощи с богатым содержанием ликопина. Это вещество относится к активнейшим антиоксидантам. Ликопин нейтрализует окислительные процессы, запуск которых происходит после образования свободных радикалов. Те, в свою очередь, если они не будут нейтрализованы другими молекулами, провоцируют длительную цепочку повреждения многих клеток. А результатом становится не только быстрое увядание организма, но и развитие сложных заболеваний, вплоть до онкологии. Из чего можно получать достаточное количество ликопина? Помидоры, тушеные с другими овощами – это хорошее, аппетитное и полезное дополнение к привычной пище. Если ввести такую добавку в повседневное меню, вы обеспечите себя оптимальным поступлением легкодоступного ликопина. Из свежих помидоров он усваивается в недостаточных количествах. Происходит это из-за плотных межклеточных оболочек, разрушение которых происходит в процессе варки. Поэтому и рекомендуется включить в свое меню больше блюд с переработанными красными томатами. В остальном нужно стараться чаще употреблять сезонные продукты питания, выбирать их с минимальным сроком годности и обращать внимание на небольшие палатки со свежими овощами и фруктами. И последнее, о чем не очень хотят слышать любители вредных продуктов – от чего же необходимо отказаться? В первую очередь исключить следует готовый фастфуд. В нем часто содержатся опасные трансжирные кислоты, которые приводят к отложению холестерина. Также нельзя добавлять в пищу маргарин, злоупотреблять алкоголем, есть много сладкого, сочетать белки с простыми углеводами, завершать прием пищи фруктами, пить много воды сразу после еды. Все эти правила могут оказаться несколько сложными, однако на практике можно быстро убедиться, что следовать им просто и приятно. А самое важное, в чем вы скоро убедитесь, они действительно приводят к заявленному эффекту. Субтитры создавал DimaTorzok